В паблике новости Самары из первых уст выразили сочувствие с самарским кондуктором, который работает в адских условиях. Для некоторых пассажиров кондуктор именно тот человек для битья, на который можно сорвать негатив и недовольство, пишет автор. Женщины порой, поставив свои не всегда чистые сумки на свободные места, на просьбы убрать не реагируют или посылают подальше. А когда освобождают, на эти сидения садятся другие люди и ругаются за грязь. Опять весь негатив в адрес кондуктора. Настоящий трэш начинается в час пик. Кондуктор, оказавшись в начале вагона у кабины водителя, начинает обелечивать вновь вошедших. Выдохнув весь воздух, тянув живот, она, женщина плотного телосложения, медленно, но верно практически ползет, пытаясь протиснуть через пассажиров. С трудом добравшись до задней площадки вагона, получает удар по почке от пенсионерки, который не понравилось, что ее величество задели. «За что вы меня по почке ударили?» — спросил кондуктор. «Это я еще тебя слегка просто поглазил», ответила бабуля. «А сколько раз они слышат фразу за день «Мать, довези, денег нет!» Но попадают среди кандидатов в серийные зайцы откровенные хамы. На просьбу кондуктора оплатить проезд они отвечают нецензурной бранью, что кондуктор такая-сяка и пусть идет подальше, что им слишком мало платят на заводе, и они не могут позволить себе такую роскошь, как оплачивать проезд. Наглеют и самарские студенты. Не все, конечно, но многие, воткнув наушники, отворачиваются в сторону окна и делают вид, что никого не замечают». Блогер Нина Дюкова рассказала, что психологи Самарского управления службы исполнения наказаний в работе с осужденными используют арт-терапию. Это специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве. В первую очередь изобразительной творческой деятельности. В местах лишения свободы используется как успокаивающее средство, помогает выявить скрытые переживания при социальной адаптации, используется как средство психологической гармонизации и развития личности. В работе с несовершеннолетними психологи учреждения активно используют этот метод. Он помогает снять напряжение у подростков справиться с возникающими у них страхами найти более конструктивные способы поведения. Ребята с большим удовольствием принимают участие в такой работе, раскрывая свой творческий потенциал, максимально самовыражаясь, проявляют себя более ярко, чем в письменной или устной речи. Именно в работе с подростками арт-терапия является наиболее эффективным диагностическим и коррекционным методом работы.